В Узбекистане в связи с повышением курса доллара до 9000 сумм за 1 доллар население начало беспокоиться. В связи с этим традиционно власти страны предпринимают разнообразные меры для успокоения людей. Наблюдатели отдельно отметили статью, опубликованную на официальном сайте Духовного управления мусульман. Статья была заглавлена следующим названием. В эти дни на устах многих жителей одна мысль – курс доллара поднялся до 9000, что теперь будет? Далее автор статьи, один из сотрудников Духовного управления мусульман, пытается ответить на этот вопрос, указывая, что такой вопрос появляется тогда, когда у человека ослабляется упование на Аллаха. Когда доллара не было, люди от голода умирали, что ли? А что, доллар определяет удел каждого человека, что ли? Попрошает в статье сотрудник Муфтията. Корреспондент Хабархо побеседовал с Нурлоку Реиста Шкента, который прокомментировал данную ситуацию следующим образом. Если внимательно прислушаться к высказываниям имам Хатыбов, Духовного управления мусульман Узбекистана, улемов и других проправительственных религиозных деятелей, то становится очевидным, что их изречения основаны на принципе «истина в угоду лжи». То есть, все, что сказано ими, является истиной. Аяты из Корана, хадисы пророка. Но замысел является ложью. Они используют аяты Корана и хадисы, которые не касаются сегодняшней политики и не противоречат их выгодам. Ради довольства правителей они используют аяты и хадисы и этим самым обеспечивают себе так называемую безопасность. Поэтому, на первый взгляд, их изречения выглядят как бы логично и прекрасно, но при этом преследуется цель оправдать любые действия властей, придавая им легитимность с точки зрения ислама и тем самым призывая народ к полному повиновению и смирению. Продолжение следует...